Каланда автобусов с кыргызстанцами, которые долго время находились в Солилецке, сегодня утром наконец-то прибыла в Бишкек. Всего на девяти автобусах на родину был доставлен 541 человек. Все они согласно требованиям были размещены в обсервационных пунктах. В МИДе отмечают, что из-за строгих ограничительных мер, принятых казахстанскими властями, кыргызстанцам не разрешили передвигаться на собственных машинах по территории Казахстана. Соседи предоставили транспортный коридор лишь для автобусов, которые должны были следовать одной колонной в сопровождении дорожной полиции. При этом наши дипломаты отмечают, что это позволило в безопасных для здоровья условиях вывезти в Кыргызстан гораздо больше граждан, чем изначально было заявлено. В МИДе также напоминают, что на территории братского Казахстана все еще действует режим чрезвычайного положения, в рамках которого ограничен въезд иностранных граждан. В связи с этим возвращение кыргызстанцев из Соли-Елецка не должно стать побуждающим импульсом для соотечественников России выезжать в сторону российско-казахстанской границы. «Я провела на границе шесть суток, находилась в Бузулуке. Мы приехали туда в надежде, что 1 мая откроют границу. До этого полтора месяца мы были на карантине в Москве. Я 10 лет работаю в одной из гостиниц Москвы. Нам там сказали, что карантин продлится до 15 июня. У нас уже заканчивались средства. И за квартиру, и за питание платить было уже нечем. Если бы мы остались, то не мы бы отправляли деньги своим семьям, а они нам. Мы не хотели затруднять их положение, и потому решили возвращаться домой на родину». Слава Богу, мы приехали. Три дня были в пути. В дороге не было проблем. Приехали хорошо. Хотим выразить благодарность за то, что организовали наше возвращение. В Соли-Елецке еще остались около 50-60 наших граждан. «Меж тем, с просьбой организовать дополнительный транспортный коридор через Казахстан обращаются еще каргызстанцы, оставшиеся в Оренбургской области России. Свои обращения они опубликовали в соцсетях. По их словам, в Соли-Елецке многие каргызстанцы практически остались на улице. Некоторые ночуют в помещениях придорожного кафе. Многим рассказывают они, некуда идти. За ними все время следят полицейские, застрявшие там соотечественники. Говорят, что готовы сами оплатить проезд на автобусах. Единственное, просят они договориться, чтобы соседи пропустили их через свою территорию». «Те люди, которые остались вчера, которые не могли пройти границу Казахстана. Помогите нам, пожалуйста. У нас дороги назад нет. На дальнейшее существование здесь тоже нет. Здесь люди, которые находятся, которые не смогли проехать через 50 человек. Наша судьба только в ваших руках. Помогите, откройте нам коридор, чтобы мы могли проехать границу Казахстана». Отделение гематологии Национального центра охраны материнства и детства не принимает новых больных. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурбулат Усенбаев. Он рассказал, как произошло массовое заражение, которое привело к напряженной эпидемиологической ситуации. «Угрозы общие и опасны для всех». По словам Усенбаева, 17 апреля по 24-е на лечении в отделении был ребенок с матерью. После выписки они некоторое время находились в Бишкеке, затем уехали в Тогосторо. При приезде на место для профилактики у них были взяты анализы и эпидемиологические показатели в целях исключения заражения, в ходе которых был выявлен коронавирус. Информация поступила в Бишкек, здесь был проверен весь персонал и все больные, а также ухаживающие за ними лица. В итоге ПЦР-диагностика показала положительный результат у семи человек. У остальных 20 сотрудников, 13 детей и 7 матерей результаты отрицательные. Они будут находиться под наблюдением в течение 14 дней. «Были выявлены еще семь человек, которые переведены в инфекционный стационар, из которых двое сотрудники самого отделения, санитарка и медицинский работник. И переведены еще дети, которые находились на излечении и трое ухаживающих за этими детьми лица, то есть это мамы. После этого отделение, сотрудники, которые работали, они на сегодня находятся в обсервации, за ними проводится медицинское наблюдение. Проведены лабораторные все исследования. Отделение находится, новых больных уже туда не принимают. Те больные, которые уже еще там остаются, они на сегодня под строгим наблюдением, они продолжают свои штатные лечебные процедуры». В Кыргызстане на утро 7 мая подтверждено 24 новых случаев коронавируса. В Бишкеке 2, в Чуйской области 4, в Джалабадской и Ужской областей 3, в Нарынской 12. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 4071 человека. Об этом также сообщил Нурбалат Усинбаев. По его словам, все эти люди находятся под домашним карантином и за ними наблюдают специалисты. Также на обсервации по стране находятся 676 человек. В Кыргызстане за сутки коронавирусной инфекцией выявлено у семи работников правоохранительных органов все случаи в Нарынской области. «Среди сотрудников правоохранительных органов, к сожалению, такие процессы сейчас наблюдаются, так же, как и среди медицинских работников. Это связано и с их профессиональной деятельностью, а также особенности их службы, потому что идут разводы, идут отчеты, собираются вместе, в группе работают. Поэтому вот такая ситуация. По каждому случаю идет, конечно, эпидрасследование, устанавливаются факторы риска, причины и условия, при которых получают вот такое заражение». Коронавирус также выявлен у трех медицинских работников. Теперь общее число заболевших медиков составило 224. 161 медик выздоровел, выписан и вернулся к работе. Хуже решился вопрос и по выплатам компенсации медикам, которые заразились коронавирусом. Правительство все-таки выплатит им по 200 тысяч сомов, а не по 100. Накануне, отметим, депутаты возмутились тем, что вдвое сократили размеры компенсации. Позже пресс-служба Кабмина сообщила, что премьер-министр подписал постановление, согласно которому на выплату единовременных компенсаций медицинскими и иным работникам здравоохранения из бюджета будет выделено 50 миллионов сомов. Инфицированным будет выплачено по 200 тысяч, а семьям погибших медиков, как и было обещано ранее, по 1 миллиону сомов. При этом, как отмечается, решение о выплате компенсации будет приниматься после служебного расследования каждого случая заражения или смерти. Отметим, на сегодня зарегистрирован один летальный исход. 2 мая умерла врач ЦСМ номер 3 Джузем Кокумбаева. Комиссия уже сформирована. В состав этой комиссии входят представители госэкотехинспекции, по охране труда инспекторы. Здесь представители профсоюзов медицинских работников, защищать права наших медицинских работников, ведущие специалисты разных отраслей Министерства здравоохранения, которые проводят эту работу и они должны готовить заключение по каждому случае. Тем временем в Чаткале обостряется эпидемиологическая ситуация. На сегодня в районе выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, из которых 13, как сообщил Усенбаев, произошло во время похорон. Он отметил, что все контактные лица взяты на контроль и находятся под медицинским наблюдением. Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, заместитель министра рассказал, ЮНИСЕФ поставит в Кыргызстан лекарства для онкобольных из своих складов. По его словам, из республиканского бюджета для отделения онкологии выделено 160 миллионов сомов. Из них 60 миллионов сомов для детской онкологии на закупку препаратов. У нас есть еще и договоренность уже с детским фондом ЮНИСЕФ. Буквально совсем недавно были встречи директора национального центра онкологии и гематологии. С представителем Минздрава мы встречались с представительством ЮНИСЕФ в Кыргызстане и запросили содействие в обеспечении этими препаратами. На сегодня уже есть договоренность, что ЮНИСЕФ окажет содействие и помощь в поставках лекарственных препаратов, которые есть на их складах центральных, на сумму около 55 тысяч долларов для Ожского отделения. Отмечу, что за сутки из стационара выписано 23 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Из больниц Бишкека выписано 15 пациентов, города Ож 8. Так, всего из стационаров страны выписано 637 человек, переболевших коронавирусом. Госслужба исполнения наказаний опровергает информацию о том, что один из сотрудников следственного изолятора номер один города Бишкек заразился коронавирусом. По сообщению службы, 4 мая в этом учреждении проводили экспресс-тестирование сотрудников. И результаты у одного из них вызвали подозрение. Однако на следующий день при повторной сдаче анализа результаты ПЦР оказались отрицательными. Тем не менее, как отмечается сотрудника, у которого было подозрение на вирус, отправили на самоизоляцию. Отметим ранее, в службе исполнения наказаний сообщали, что на случай, если среди заключенных выявят коронавирус, в исправительных учреждениях приготовили изолированные камеры, что они обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких и подготовлены специалисты. Эксперты-экономисты предрекают, будущее бизнеса в республике определит принцип «выживет сильнейший». Ведь для предпринимателя важна не только каждая копейка, но и каждая минута. Поэтому очевидно, чем могут обернуться пережитые полтора месяца простоя. Как помочь не разориться бизнесу, который формирует экономику страны, над этим активно работают в правительстве. Второй пакет антикризисных мер подготовлен к внедрению. Накануне его одобрили в Кабмине, взяв в учет все рекомендации и бизнес-сообщества, финансовых доноров и депутатов. О том, что эти меры себя представляют и на что они будут направлены, сегодня рассказал вице-премьер-министр Эркин Асарандиев. Основные направления этого второго пакета мер заключаются в создании антикризисного фонда, за счет средств которого будет внедряться программа льготного кредитования субъектов предпринимательства. В целом, в рамках этого второго антикризисного фонда основной акцент делается на предоставлении льготного финансирования для субъектов бизнеса. Также план предусматривает увеличение капитала гарантийного фонда, пересмотр обязательств по налоговым контрактам для тех субъектов бизнеса, которые временно приостановили свою деятельность в связи с карантином. Такой компонент этого пакета мер, как пересмотр обязательств по кредитам, вероятно, один из важнейших для предпринимателей. Особенно тяжело сегодня приходится некрупным предприятиям и сферам торговли и услуг. У них, как правило, каждодневная выручка и является источником, поддерживающим их жизнедеятельность. А вот как таковой подушки безопасности на случай, как тот, что выпал в связи с карантином из-за коронавируса, нет. Чтобы как-то развиваться, многие брали кредиты, и в основном коммерческие, в долларах, чтобы как-то остаться на плаву и не оставить своих работников на улице, им нужны деньги. Так вот, рассчитывать на льготный финансовый займ могут следующие сферы. Какие основные направления финансирования? На сегодняшний день мы наметили в качестве приоритетных направлений производство и переработку, которые экспортоориентированы и направлены на импортозамещение. Также проекты, связанные с продовольственной безопасностью. Мы сейчас видим, что малый и средний бизнес быстро сориентировался и оперативно наладил выпуск актуальной продукции, а именно масок, средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, антисептиков. Поэтому в программе будет предусмотрен и этот компонент. Также еще один компонент – это предоставление беззалогового микрокредитования для самозанятого населения. Насколько льготными будут эти кредиты? Смогут ли предприниматели справиться с обязательствами по ним? По словам Аркина Сранзиева, условия более чем привлекательные. Охватить на первоначальном этапе планируется около 30 тысяч субъектов предпринимательства. Мы предполагаем, что сроки кредитования будут от 3 до 7 лет. При этом каникулы по основной сумме кредита будут до 12 и до 18 месяцев. Процентные ставки будут от 4 до 8% годовых в национальной валюте. Я думаю, что это очень привлекательные условия, учитывая, что данные ставки в 2-2,5 раза дешевле, чем по коммерческим кредитам. Деньги будут искать как из внутренних источников, так и внешних. Общая сумма, о которой идет речь, это 40 миллиардов сомов. На первоначальном этапе планируется аккумулирование средств не менее 14 миллиардов в рамках антикризисного фонда. А в целом в течение 2020-2021 года не менее 40 миллиардов сомов. Для аккумулирования этих средств задействуются как внутренние, так и внешние источники. Внутренние источники – это в первую очередь ресурсы, которые мы высвобождаем за счет оптимизации государственных расходов, а также реструктуризации внешнего долга. Здесь же будут задействованы средства Кумтора. Внешние источники – это международные финансовые институты. Уже достигнута договоренность по встречным фондам с немецким банком развития KFW, Европейским инвестиционным банком. Продолжаются переговоры с другими донорскими и партнерскими организациями. Планируется привлечь средства Евразийского фонда стабилизации и развития. И, конечно, свободные капиталы Крыгоско-Российского фонда развития. Между тем, сам фонд разработал уже определенную программу по представлению льготных денег агробизнесу, ставив приоритет поддержку проектов, нацеленных на обеспечение продовольственной безопасности. Российским фондом утверждены три новых продукта. Это кластер мяса, кластер молоко, кластер рыба. И готовятся новые продукты на кластерной основе, которые будут на льготной основе финансировать проекты сельского хозяйства. И сегодня как раз-таки основной темой дня была активизация работы финансовых структур, посткризисный период именно с акцентом на сельское хозяйство. Чтобы мы увеличили объемы кредитования, упростили процедуры и оказали именно финансовую поддержку нашим сельхозпереработчикам, фермерам, для того, чтобы решить вопросы продовольственной безопасности и развития села. В рамках этого же проекта антикризисных мер предлагается решение по еще трем не менее важным факторам. Первый – это залоговое обеспечение. По инициативе Национального банка планируется увеличение гарантийного капитала в два раза. Второй – это легализация капитала с тем, чтобы бизнес вывел его из тени и вовлек в экономический оборот. Причем, как отмечается, в новой версии легализации будут применены новые принципы. Конфиденциальности, гарантии неприкосновенности, а также принцип освобождения от налогообложения. Той части средств, которые реинвестируются в экономику. Третий пункт связан со стимулированием к переходу к цифровизации, внедрению онлайн ККМ и электронных счет-фактур. Это даст возможность дополнительный льгот по кредитованию. Однако, кроме финансовых и фискальных решений, предусмотрены и административные. Это обеспечение временной занятостью безработных граждан. Это поэтапный график возобновления экономической деятельности. Вы уже видели, что он с начала мая постепенно начал работать. И также разработка механизма по организации бесплатного обучения, переквалификации и повышения квалификации для наших безработных граждан. Большей части населения на данный момент накопление уже на исходе. Траты будут минимизированы, покупать станут только самое необходимое. А значит, многие сферы и, прежде всего, услуг останутся без клиентов и дохода. Это может привести к их закрытию и увольнению работников. То есть, угроза увеличения количества безработных сохраняется как никогда. Поэтому, отмечают эксперты, сегодня финансовое подспорье надо организовать тем, кто всеми силами пытается сохранить штат работников. В Бишкеке сегодня ко дню победы с участием президента Сорумбая Джейенбекова и посла России в Кыргызстане Николая Удовиченко состоялось открытие памятника и парка герою Советского Союза Чулпомбаю Тюлибердиеву. Территория, которая находится в западной части столицы, напомним, была реконструирована, парку было решено присвоить имя Чулпомбая Тюлибердиева и воздвигнуть ему памятник. Его автором стал скульптор Марлен Бакачиев. Красноармейец Чулпомбай Тюлибердиев, отметим после своего подвига, стал одним из символов героизма Советской Армии. 6 августа 1942 года молодой солдат из Кыргызстана закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Как отметил сегодня президент Сорумбай Джейенбеков, сохранить память о великих подвигах таких отцов, как Тюлибердиев – святой долг нынешнего поколения. Великая Отечественная война затронула каждый город, каждое село, каждую семью. На войну из Кыргызстана ушло где-то больше 365 тысяч человек. Не вернулись 90 тысяч орденами и медалями были награждены свыше 150 тысяч кыргызстанцев за правильный героизм. Сорумбай Джейенбеков – один из наших героев, который ценой своей жизни защитил свою родину от захватчиков. Мы сегодня открываем парк в честь его памяти и памятник нашему прославленному земляку и наша святая обязанность, святой долг сохранить память о великом подвиге наших отцов и дедов и передать подрастающему нашему поколению, поколению будущих кыргызстанцев. Провоцируют беспорядочный проезд, грубят, матерятся и повреждают машины. Бишкикчанин Эрмек Атакуров требует от столичной комендатуры за превышение своих полномочий привлечь к ответственности силовиков, дежуривших на блокпосту перед въездом в столицу возле села Селекционное. Как рассказывает пострадавший, сегодня утром перед постом была длинная автомобильная пробка, которая, по его словам, была образована в том числе из-за того, что силовики пропускали машины, двигающиеся справа по обочине дороги. Простояв почти час непосредственно перед постом, Эрмек не стал пропускать одну из них и в этот момент дежуривший там автоматчик выбежал навстречу и начал стучать кулаком по лобовому стеклу его машины, требуя уступить проезд автомобилю справа. Проехав пост, возмущенный водитель обратился к сотруднику милиции, на что тот, также грубо, нецензурными словами, мягко говоря, посоветовал следовать примеру нарушителей и объезжать пробку по обочине. Пострадавший написал заявление в комендатуру. Продолжение следует... Гражданин Кыргызской республики, как налогоплательщик, как законопослушный гражданин, я требую, что двое военнослужащих и милиционер должны нести юридическую ответственность. Потому что вместо того, чтобы там соблюсти порядок, безопасность, они бездействуют или наоборот, провышать свои права. По этому вопросу я сегодня написал заявление коменданту города Бишкек. Плюс к этому я отправил все свои видеоматериалы, все свои данные в WhatsApp, контакты и на короткий номер. Об еще одном случае недопустимого поведения со стороны сотрудника милиции по отношению к гражданину рассказывают очевидцы. Они сняли на видео, как в Бишкеке возле парка Энтымах на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и Южной магистрали милиционер остановил прохожего и что-то ему, объясняя, ударил его по лицу. Пользователи соцсетей требуют от МВД разобраться с неуравновешенным сотрудником. В комендатуре Бишкека сообщили, что по факту проводится служебная проверка. Детские сады В письме отмечается, что работники детсадов, как и многие граждане, понимают ситуацию, в которой оказалась вся страна. Но правительство, по их словам, по отношению к детским организациям использует двойные стандарты. В частности, пишут они, есть подтвержденная информация, что в государственных и ведомственных садах формируются дежурные группы для детей госслужащих. В связи с этим ассоциация требует, чтобы частным детсадам также официально разрешили возобновить свою работу с рекомендациями о строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Детские сады заявил, что милиционеры, понимая сложную ситуацию в стране, добровольно отказываются от дополнительных выплат за работу во время режима ЧП и ЧС. Заявление премьера многие, в том числе и депутаты, поставили под сомнение, считая, что на милиционеров оказывается давление и правительство таким образом пытается сэкономить средства. В МВД на это ответили, что надбавки сотрудникам будут выплачены обязательно, но после того, как специальная комиссия определит и оценит работу каждого милиционера в период режима ЧП. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...